Привет! Я твой виртуальный ассистент, а ты смотришь четвертую серию мобильного сериала «Шифрофонки» о прошлом, настоящем и будущем интернета в России. Прежде чем начать новый эпизод, я настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущими сериями. Все ссылки мы прикрепим в описании. А сейчас пришло время поговорить о том, кто и каким образом может прослушивать наши звонки, читать переписку и заполучить наши личные данные. Скорее всего, вы сразу же представили себе человека в капюшоне, который сидит перед компьютером и пишет какие-то непонятные строчки кода. Массовая культура действительно подарила нам такой образ хакера, который довольно часто не имеет ничего общего с действительностью. В современных реалиях, скорее всего, следят за вами не таинственные хакеры, а правительство и спецслужбы. Думаю, каждый хоть раз слышал фразу «Большой брат следит за тобой». Так вот, в нашем случае «Большой брат» — это S.O.R.M., что расшифровывается как «Система оперативно-розыскных мероприятий». Простыми словами, это комплекс для законной прослушки абонентов, операторов связи и интернет-пользователей. Первая версия S.O.R.M. появилась в 1996 году и могла прослушивать телефонные разговоры. S.O.R.M. 2 была разработана в 2000-м и помимо прослушки телефонов научилась собирать данные об интернет-трафике и контролировать действия пользователей в сети. Новейшая версия S.O.R.M. 3 — это база данных, которая сохраняет полную статистику о пользователе, анализируя все виды трафика, мобильный интернет-трафик, переписку в мессенджерах и так далее. Система позволяет сохранять полный объем данных за конкретный период до 3 лет или анализировать их в реальном времени. Как же это работает? Грубо говоря, S.O.R.M. состоит из двух частей. Первая — это пульт управления, который находится под управлением ФСБ и устанавливается в местном подразделении службы. Вторая — съемник. Это, по сути, сервер, установленный у оператора связи, который сохраняет все полученные данные. Причем всех операторов обязали устанавливать это оборудование за свой счет под страхом потери лицензии. По запросу с пульта сотрудники ФСБ могут получить всю необходимую для них информацию по любому пользователю. Стоит отметить, что согласно статье номер 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на тайну переписки и иных сообщений, а ограничение этого права допускается только на основании решения суда. Но российские спецслужбы могут без обращения в суд поставить любого пользователя на контроль S.O.R.M. Все благодаря федеральному закону о связи от 7 июля 2003 года и множество его подзаконных актов. В связи с этим невозможно не вспомнить законопроект, который в народе окрестили «пакет Яровой», который обязывает всех операторов хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Важное замечание. На данный момент не существует ни одного нормативно-правового документа, который бы регламентировал права и обязанности спецслужб относительно собранных ими данных. Но не стоит думать, что российские правоохранительные органы имеют абсолютную власть над всеми нашими данными в СИДИ. О том, как обезопасить себя и остаться анонимным в интернете, мы уже рассказывали в предыдущих сериях, но напомним вам три простых правила. Пользуйтесь только защищенными соединениями. Это значит, что сайты, на которые вы заходите, должны начинаться с символов протокола HTTPS в начале названия. Пользуйтесь не российскими сервисами или их аналогами с децентрализованной архитектурой. Используйте VPN. Однако, возвращаясь к Сорму, нет никаких гарантий, что данные, собранные таким путем, не утекут к третьим лицам. Так, например, в 2019 году программист Леонид Евдокимов выступил с докладом про руха на Сорм, в котором рассказал об уязвимости оборудования и утечке персональных данных пользователей. От имени и логинов до GPS-координат и номеров телефонов. Все это оказалось в открытом доступе, и до сих пор не ясно, кто именно виноват в утечке – провайдер, спецслужбы или таинственные хакеры. На самом деле, человек, который с наибольшей вероятностью может слить ваши персональные данные злоумышленникам – это вы сами. Субтитры создавал DimaTorzok